С каждым годом демографическая ситуация в стране становится все хуже и хуже. Между тем действия властей по лечению этой социальной болезни, а также им подобных, ограничиваются лишь обещаниями. Правительство уже не скрывает, что усилия по улучшению демографической ситуации не привели к заметному результату. Вице-премьер РФ по вопросам социальной политики Татьяна Галикова вынужденно признает, что убыль населения в России по итогам 9 месяцев 2018 года составила 173,4 тысяч человек. Об этом она заявила, выступая в ходе правительственного часа в Совете Федерации РФ, добавив, что также серьезно просела рождаемость, в настоящий момент этот показатель не превышает 11 единиц на тысячу населения. По словам высокопоставленного чиновника, это вполне ожидаемая ситуация, которая стала следствием демографического провала 90-х годов прошлого века. Таким образом, для обеспечения естественного прироста населения, темпы снижения смертности оказались недостаточными, добавила Татьяна Галикова. Иными словами, демографическая катастрофа в стране продолжается, и Россия, как подсчитали дотошные блогеры, умирает со скоростью 700 человек в день. В целом же, по итогам 7 месяцев 2018 года, убыль населения в России побила собственный рекорд 10-летней давности. Ожидаемые ситуации. Рекордсменами по уровню смертности в печальном списке называют Псковскую область, 17,4, случая на 1 тысяч. Население, Новгородскую, 17,1, Тверскую, 16,9, Тульскую, 16,5, Ивановскую, 15,8. Не лучше положений в других регионах, которые исторически всегда считались исконно русскими. Например, в Вологодской области с начала года смертность превысила рождаемость почти на полторы тысячи человек. Примерно такая же ситуация и у соседей в Архангельске. С января по сентябрь в области было зарегистрировано 8 528 родившихся и 11 499 умерших. Естественная убыль составила 2971 человек. Не лучше дело у мурманчин. Как сообщает одно из местных информагентств, за полугодие 2018 года в регионе было зарегистрировано 3634 записи актов о рождении против 4387 о смерти и т.д. Если принять за данность, что уровень рождаемости напрямую зависит от доходов населения, то любопытны в этом смысле следующие показатели. Например, Псковская область занимает 83 места в России в рейтинге регионов по зарплатам. При этом доля работающих с зарплатой свыше 100 тысяч рублей в месяц в регионе составляет всего 0,62%. Чаще всего жители Псковской области зарабатывают от 12 тысяч до 28 тысяч рублей. Не лучше положения и в Новгородской области. По словам редактора независимого интернет-журнала Портал 53 Сергея Брутмана, средняя номинально начисленная зарплата по региону составляет 33 тысячи. Но это лишь статистика, продолжает наш эксперт. А кто может назвать реальной? Таких сведений, конечно же, нет. Если вычесть из общей картины несколько предприятий с большой зарплатой, один крупный, двух минус трех средних и три минус четыре небольших, то, полагаю, может получиться чуть за 20 тысяч рублей, но больше 25 и не может получиться. Количество же получающих зарплату менее 10 тысяч рублей в месяц в Новгородской области до недавнего времени составляло более 12 ларацентов. Если же говорить в целом по стране, то примерно 20 ларацентов всего работающего населения получает менее 15 тысяч рублей в месяц. Среднестатистический же работник имеет заработную плату в 17 минус 44 тысяч рублей. К этой категории относится половина россиян. Выходит, что 70 ларацентов жителей страны имеет доход ниже, чем тот, который регулярно озвучивает рост от адресной помощи. Как правительство намерено бороться в следующем году с нашей неизбывной бедностью? Ответ на этот вопрос получили, в частности, жители Новгородской области, которые наряду с Кабардино-Балкарии, Республикой Татарстан, Приморским краем, Ивановской, Липецкой, Нижегородской и Томской областями попали в пилотный список регионов, где со следующего года планируют запустить проекты по борьбе с бедностью. По словам министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, их реализация направлена на исполнение майского указа президента. При этом технология спасения русской глубинки довольно проста, на вышеназванных территориях социальные службы будут выявлять бедные семьи, а затем оказывать им адресную помощь на основе социального контракта. Что такое социальный контракт, из какого бюджета он будет обслуживаться, федерального или местного, речь идет о денежных компенсациях или продуктовых наборах ничего неизвестно. С истинным московским размахом собираются бороться с бедностью даже в столице. Например, уже принято решение в 2019 году увеличить размер городского социального стандарта пенсионера на 21 ларацентов. Напомним, что сейчас средняя пенсия москвича равна 14 с половиной тысячам рублей. Однако с 1 января неработающие пенсионеры, прожившие в столице 10 лет и более, будут ежемесячно получать не менее 17,5 тысяч. Нелишние замечания, повышение коснется почти полутора миллионов человек. Также с начала января в столице заметно увеличат размер социальных выплат нуждающимся. Например, ежемесячное пособие на ребенка с 1 января увеличится от 4 тысяч до 15 тысяч рублей. Для сравнения, базовая ставка детского пособия в той же самой Псковской области составляет всего 225 рублей, и каких-то космических выплат там не ожидается. Коснуться столичной благости даже ветеранов в супружеской жизни, для юбиляров разовое вспомоществование увеличится на 10 минус 17 тысяч рублей. Вводится социальная выплата народным и заслуженным артистам СССР, РСФСР и России, которые вышли на заслуженный отдых. Она составит 30 тысяч рублей в месяц. Но это еще не все, в столице нашей родины по сути дела отменяется повышение пенсионного возраста. Это означает, что граждане, как и прежде, будут получать гарантированную адресную поддержку. Москвички в 55 лет, москвичи в 60. Инициатива будет работать следующим образом, к примеру, женщине в 2022 году исполняется 55 лет, а на пенсию она выйдет только в 2026 году, однако Москва на протяжении 4 лет все равно будет платить ей региональную доплату. Плюс к этому, сохранится бесплатный проезд во всех видах городского общественного транспорта, включая пригородные электрички. Ветераны труда и военной службы, достигшие возраста 55 на 60, но не вышедшие на пенсию, будут, как и сейчас, пользоваться всеми положенными им льготами. Для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, потерял работу или серьезно заболел, будет создана специальная программа адресной помощи. Сотрудники социальных центров будут оказывать им материальную, продуктовую и вещевую помощь Т, Д и Т, П. Почему мы так подробно остановились на этом роскошном подарке, который сделал мэр Собянин своей пастве? Полагаю, что ничего удивительного тут нет. Все социальные потрясения, приводившие к смене режима на протяжении истории человечества, вершились сугубо в столицах Октябрьский переворот 1917 года. Пожалуй, тому самое яркое подтверждение. Поэтому, скорее всего, несмотря на громкие декларации и заклинания правительственных чиновников в следующем году дать последние и решительные бойнищи те, поразившие провинцию, все останется как и прежде. Хотя бы из соображений экономии. За исключением столицы, которая продолжит богатеть, наблюдая с высоты своего статусного положения, как загибается провинция.